Новости на нашем телеканале Я с удовольствием передаю слово моей юной коллеге Здравствуйте, вы смотрите новости на канале ОТВ О главных событиях в Одинцовском районе вам расскажут мои коллеги и я, Илься Шакирова Итак, коротко о главном Путеводная звезда, отчетный концерт вокальной студии Работа нон-стоп, еженедельное совещание с главами поселений Время удивительных открытий Одинцовские школьники отправились в Наукоград Разноцветные истории Выставка детских рисунков в Краеведческом музее В культурно-спортивном центре «Мечта» состоялся детский концерт Он стал отчетным для вокальной студии «Путеводная звезда» Юные таланты не только исполнили любыми зрителями классические номера, но и показали новые На праздники побывала и наша съемочная группа Слово Дарьи Киреевой «Путеводная звезда» — это название вокальной студии Одинцовского центра народного творчества и методической работы Здесь обучаются около 40 воспитанников в возрасте от 5 до 22 лет В течение всего учебного года они работали, репетировали, развивали свои способности В этом им помогала руководитель Светлана Келлина Ей удается воспитывать настоящих вокальных чемпионов, которые неизменно становятся победителями различных конкурсов Как всероссийских, так и международных За этот год «Путеводные звездочки» повзрослели и многому научились Я был раньше в другом коллективе, там обучали совсем другим звуком, очень плоским звуком А тут мой диапазон расширили, он стал лучше звучать Он мне дал много вокальных таких хороших данных, очень много секретов вокальных Мне нравится там заниматься Голос, конечно же, и артистичность как бы Я больше, лучше стала на сцене себя чувствовать В отчетном концерте приняли участие и друзья «Путеводной звезды» Хореографические коллективы «Фризия» и «Образ» Преодолевая жуткое волнение за кулисами, на большую сцену впервые вышли совсем юные артисты Воспитанники «Путеводной звезды» обладают удивительными способностями Они могут перемещаться в другие миры и разговаривать на особом языке Когда я пою, я чувствую, что перемещаюсь совершенно в другой мир Я пою для своего счастья, мне это очень нравится И когда ты стоишь на сцене, ты как бы общаешься с другими людьми на совсем другом языке На отчетном концерте юные артисты доказали, что они действительно «Путеводные звезды» Для тех, кто идет по дороге творчества Ямочный ремонт, повышение уровня безопасности дорожного движения, ремонтные работы в образовательных учреждениях района Эти темы обсудили на очередном совещании с участием глав городских и сельских поселений Его традиционно провел Андрей Иванов Анна Макарова познакомит с деталями Губернатор Андрей Воробьев обязал муниципалитеты провести подмосковные дороги в надлежащее состояние Прежде всего, необходимо провести ямочный ремонт Не каждая трасса смогла выдержать весну Многим сейчас требуется латание дыр Войным объявили и в нашем районе Сначала весны, как только нам позволила погода В Минецовском районе закипела работа Исчезли ямы, на которые мы десятками лет обращали внимание Приходили жалобы Жалобы поступают теперь в добродел У нас обновилась дорожная разметка Но, к сожалению, о полной победе мы пока говорить не можем Свыше 300 миллионов рублей выделено на содержание дорог в Одинцовском районе 100 получат сельские поселения, 200 миллионов – городские На сегодняшний день району переданы 762 дороги Общей протяженностью 609 километров Основными видами работ по содержанию в летний период Является выполнение работ по устранению деформации повреждений и покрытия Так называемый ямочный ремонт или ремонт картами А также восстановление изношенных верхних слоев асфальтобидонного покрытия На выполнение вышеуказанных мероприятий В объеме всего района запланирована и предусмотрена сумма свыше 11 миллионов рублей Но объем работ оказался больше, чем запланировали изначально Поэтому необходимы дополнительные средства Хуже всего ситуация обстоит в Одинцово, лесном городке, Кубинке, Чистцах и Ершовском поселении У нас планка, которая сегодня стоит от правительства Это 50 ям в неделю, которые мы должны отчитаться, золотать И еще подтвердить фотофиксацию и практические экспертизы того, что мы делаем Но только золотать ямы недостаточно Необходимо работать и над повышением уровня безопасности дорожного движения Разрабатывать соответствующие проекты, устанавливать дополнительные дорожные знаки Делать разметку, устранять аварийные очаги В этом году мы должны сделать прорыв Мы должны вырваться в лидеры, как мы уже показали Определенную динамику на 40% у нас смертность сократилась По итогам первого квартала К концу года мы должны выйти из всех красных зон Но я уже не говорю о том, что это человеческая жизнь Что каждый наш миллион, вложенный в программу безопасности движения Кому-то спасет жизнь Ремонтные работы начались не только на дорогах района Но и в образовательных учреждениях Они пройдут в 9 поселениях 19 детских садов и 20 школ планируют отремонтировать на сумму 180 миллионов рублей Есть 39 образовательных учреждений, в которых будут проведены ремонтные работы 11 учреждений – это там, где имеется предписание Роспотребнадзора И эти предписания мы должны устранить Остальные учреждения мы выбирали в зависимости от того, что есть Или создана ситуация, при которой мы учебный процесс начать 1 сентября не можем Работы в школах начнутся с 1 июля Сначала нужно провести экзамены за 9 и 11 классы и выпускные Анна Макарова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова В прошлом году Одинцовский район стал лидером по числу проектов победителей Премии губернатора «Наши Подмосковья» 97 одинцовцев завоевали в общей сложности более 9 миллионов рублей Среди них Андрей Ткачук и Антон Кузнецов Подробности в материале нашего корреспондента В номинации «Спасибо деду за победу» жюри отметила проект Андрея Ткачука Который называется «К 70-летию Великой Победы» Он включил в себя настольные военно-стратегические игры Видеовикторины моделирования и роспись миниатюр Школьники готовили интерактивные макеты для докладов о подвигах, совершенных на полях сражений Цель проекта Андрея Ткачука – объединить детей общей идеей воспитать настоящих патриотов В другой номинации «Облик Подмосковья» выиграл проект Антона Кузнецова Под названием «Акция на Одинцовских курганах» 20 июня 2015 года добровольцы привели в порядок уникальный памятник славянской культуры Который находится на территории парка отдыха имени Ларисы Лазутиной С поставленной задачей энтузиасты справились на 100% Это оценили не только жители Одинцовского района, но и жюри премии «Наше Подмосковье» В этом году призовой фонд премии составляет 180 миллионов рублей Его между собой разделят 3000 человек, среди которых можете оказаться и вы Подробности на сайте www.nashadefizpodmoskovye.rf Евгения Августина, телекомпания «Одинцова» Рейтинг лучших детских лагерей Подмосковья представила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская В число лучших вошла Одинцовская искра Там сделан акцент на спортивную инфраструктуру, плавание и футбол На хорошем счету лагерь «Дубравушка» в Воскресенском районе, где смены будут посвящены истории России Большая медведица в Ленинском В топ-10 этого года также включены юн-армеец Щелковского района, Старая Руза Русского, Зеленый Шум, Серпуховского, Лесная сказка в Холомне и многие другие Напомню, что к 27 мая все лагеря, которые находятся на территории Московской области, проверили специальные комиссии Они были признаны готовыми к летнему сезону Более тысячи детей-сирот пристроили в приемные семьи в Московской области с начала этого года По информации пресс-служивы зампреда регионального правительства Ольги Завраловой В Московской области работают 38 территориальных подразделений по опеке и попечительству При первых встречах приемных родителей и детей участвует психолог Который помогает детям и взрослым установить контакт Ребенок может быть передан в семью только после того, как будет налажено общение с будущими родителями По последней информации, сегодня в Подмосковье в замещающих семьях воспитываются более 23 тысяч сирот Жизнь более двух тысяч детей удалось сохранить в Подмосковье благодаря консультативной помощи психологов Беременным женщинам, решившимся на аборт Об этом сказано на сайте правительства области Одной из мер по профилактике абортов является процедура, когда женщине, решившейся прервать беременность, показывают узи ее плода и дают послушать сердцебиение Это нередко способствует отказу женщин от аборта Согласно статистике, более 70% женщин, решившихся на прерывание беременности, обращаются за помощью к психологам Доброй летней традицией в Одинцовском районе стала отправлять ребят в инновационный лагерь «Наукоград» Как всегда, путевку туда получают одаренные школьники, закончившие учебный год на отлично А также победители конкурсов, олимпиад и дети из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию Но не только в это уникальное место отправятся этим летом ребята Они посетят и другие лагеря подмосковные и не только Какие именно, расскажет Мила Тарасевич Вот они, 40 счастливчиков в возрасте от 7 до 15 лет Которые уже через несколько минут отправятся на заслуженный отдых Этого дня они очень ждали Среди ребят есть те, которые уже не в первый раз едут в «Наукоград» и знают, что их ждет Родители рассказывают, что у детей чемоданное настроение уже несколько дней А сегодня они проснулись в 5 утра, не дожидаясь будильника Когда нам предложили путевку в этот лагерь, ребенок очень обрадовался Сказал с удовольствием на любую смену Очень довольны В лагере действительно очень хорошо И условия хорошие И хорошо с детками занимаются Ребенок в том году даже не хотел уезжать Действительно лагерь замечательный Условия прекрасные для ребят Очень насыщенная программа Им некогда даже подумать, мне кажется, о доме Скучать некогда ребятам в лагере Приводит очень много впечатлений оттуда От предстоящего отдыха ребят переполняют эмоции Мы очень рады, что мы первый раз едем в лагерь Попавших в трудную жизненную ситуацию и те, кто достиг особых успехов в науке, искусстве и спорте 2 июня поедут в Ювпаторию, в крымский лагерь морской В этот же день с Павелецкого вокзала Солок детишек отправится в Краснодарский край На Черноморское побережье в город Анапу, лагерь премьера Но не только дети Одинцовского района получают подарки И Одинцовский район тоже дарит В этом году по просьбе Луганской народной республики И по инициативе Андрея Робертовича Иванова, нашего главы 30 детей из Луганска в июле месяце поедут на море Эти путевки им предоставляет Одинцовский район По возможности закупили их партия «Единая Россия» С 1 июня стартуют и лагеря с дневным пребыванием 2362 ребенка отдохнут этим летом на базе Общеобразовательных учреждений района А 10 спортивных школ открывают специализированные лагеря у себя Там ребята будут не только отдыхать, но и тренироваться Мы очень надеемся, что ребята наши вырастут и профессионально, и эмоционально Будут более здоровыми и к 1 сентября приступят к новому учебному году Веселые, закаленные и ободренные Мила Тарасевич, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова В Одинцовском краеведческом музее открылся удивительный вернисаж детских рисунков Их представили ученики художественной студии «Разноцветные истории» С авторскими работами юных художников познакомилась Екатерина Старосветская Чтобы открытие выставки запомнилось ребятам надолго, руководители изобразительной студии «Разноцветные истории» Решили провести его в формате небольшого концерта На сцене «Крыльце музея» выступили маленькие художники И продемонстрировали свои дополнительные творческие таланты Ораторское мастерство, музицирование на скрипке и вокал Это славный город детства, край надежды и мечты Это город Одинцова, где родился ты А кто-то из ребят прочитал речитативом стихотворение Корнея Чуковского «Тараканище» Получилась импровизация в популярном молодежном стиле «Рэп» Ехали медведи на велосипеде, а за ним коз задым наперед А за ним комарики, за вас душно-чарики А за ним раки, на хаму собаки Руководители художественной студии Светлана Журавлева и Людмила Журо С большой любовью относятся к каждому воспитаннику Они стараются подобрать индивидуальный ключик к таланту каждого ребенка В начале занятия нам дают кисточки и картины И мы начинаем рисовать Нам на занятии многое объясняют Если у кого-то не получается, она подходит и подправляет Мне нравится рисование Потому что там можно узнать все картины И познавать что-то новое Вернисаж детских работ разместился на первом этаже краеведческого музея И будет радовать посетителей еще две недели Что только не вдохновляло детей для создания своих авторских работ Сюжеты из мультиков, сказок, домашние животные, природа Но есть несколько монументальных работ, основанных на полотнах двух мировых художников Таких как Ван Гог и Карл Брюллов Говорят, что в жизни существует черная полоса и белая Невзгоды и радости Глядя на работы юных живописцев Видишь лишь только позитивные нотки Разноцветную и насыщенную палитру красок Которые ежедневно нам дарит природа в полном объеме Радуга – это великолепное красочное чудо Которое издавна поражает воображение людей Глядя на это удивительное природное явление Хочется верить в настоящее волшебство Появление разноцветной радуги в небе означает, что вскоре наступит хорошая погода И ненастью пришел конец Через цветовую гамму на картине дети передают собственное настроение и взгляд на жизнь С помощью рисунков начинающие художники самовыражаются Учатся познавать многогранный мир и стараются оставить свой след в истории живописи Пусть еще такой не очень профессиональный, но все равно яркий и жизнеутверждающий Екатерина Стросветская, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова Летом дети отдыхают и укрепляют свое физическое здоровье Далее эфир продолжит новости спорта Я передаю слово нашему специальному обозревателю Всеволоду Федорову Совсем немного времени остается до чемпионата Европы по футболу Все готовятся к этому грандиозному событию Одинцовские футболисты – не исключение Об их победах и достижениях узнала наша съемочная группа Побывав на спортивном празднике, посвященном Днем массового футбола Четверг 2 июня ожидается малооблачным Температура днем около 20 градусов тепла, ночью плюс 10 Атмосферное давление 749 мм рт. ст. при относительной влажности воздуха 34% Возможно, небольшие возмущения геомагнитного поля Информационный выпуск на этом завершен Вы узнали о главных событиях в жизни Одинцовского района Я, Элься Шакирова, с вами прощаюсь До новых встреч на канале ОТВ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова